День с толком Великой оружейник в Алтайском крае начали праздновать столетие Михаила Калашникова. В Рубцовске, возможно, нашли крупное захоронение жертв политических репрессий. Разрешит ли мэрия проводить раскопки? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Камня-Нааби переживают за предстоящий отопительный сезон. Их опасения не случайны. Два года подряд в городе к наступлению зимы приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации. Не хватало угля и стабильная работа теплоснабжающего оборудования. В Камне-Нааби побывали чиновники правительства и наша съемочная группа. Так, готов ли город к зиме? Узнаем прямо сейчас. Старт отопительному сезону в Алтайском крае был дан еще 1 октября. В этом году в Камне-Нааби во всяком случае пока удалось обойтись без режима ЧАЭС. Правительство региона держит ситуацию на особом контроле, поэтому топливо было закуплено заранее и тепло поступило в дома каменцев в срок. Но прошлогодний неприятный опыт все еще держит многих жителей в напряжении. Сейчас, конечно, и на улице тепло, и в квартире тепло. А зимой, если будет опять начнет 40 до 30 градусов, да, конечно, будет опять, будем замерзать. Бывает и так, что угля нет. Вот и беспокоимся и сейчас тоже. Вот. Мало угля. Со слов консультанта отдела теплоснабжения Минстроя Алтайского края, сейчас в Камне-Нааби угля достаточно – 15 тысяч тонн. И переживать жителям не стоит. Впрочем, хватит этих запасов на 45 дней городу и ближайшим районам. Нам также сообщили, что еженедельно на эту же площадку завозят порядка 60 вагонов угля. Запас топлива есть в каждой котельной. И все они, по словам чиновников, готовы к работе. Несмотря на это, в конце октября тепло еще не всем каменцам. Из-за ремонта теплотрассы на улице Ленинградской в 10 домах по-прежнему нет отопления. Сейчас по адресу пройти и пощупать батареи. Скажите, пожалуйста, у вас это после? 23 число. Ленинградская 120. Можем сейчас зайти и потрогать батареи. Как не топить, если подводов даже к дому нет. И ни одного сварщика с утра сегодня не было. Ни одного. Целый день здесь с утра. Ремонтировать теплотрассу начали еще до старта топительного сезона, заверяют городские власти. Но завершить в срок работы не успели по вине подрядчика. Подрядчик убедил нас о том, что у него все под контролем, что материалы, которые необходимы, в первую очередь, это стальная труба предизолирована уже в пути. Но, к сожалению, вот эти вот завтра-завтра-завтра, то есть перели к тому, что работы были простаивали. До конца недели эта проблема будет решена, да безусловно. Между тем, проблемы возникают и у тех, у кого в домах уже тепло. Один из районов города с началом отопительного сезона покрылся слоем золы. Причина кроется в котельной номер 5, расположенной на улице Томской. Ее газочистительное оборудование уже износилось, либо и вовсе отсутствует. У нас чернота тут еще хуже, чем на шахте где. Ну, откроешь его ненадолго, и вся сажа на столе, и на хлебу, и везде. Вот я тоже считаю, это неправильно. Чего ж это, мы сажей задыхаемся. Власти района и города об этой проблеме знают и пообещали устранить ее, правда, теперь уже к следующему отопительному сезону. А пока температура за окнами становится все ниже, часть жителей Камня-Наби по-прежнему в ожидании тепла, другая стряхивает себя золу. Елена Кузовкина, Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком. Барнольцы создали петицию в защиту сквера на Сахарова. Авторы просят перенести строительство отеля «Рэдисон» в другое место. Они поясняют, что из-за, цитата, «малодушной политики мэрии» в последние годы общественники борются за жизнь практически каждого дерева. А в сквере растут 50 елей, лиственниц и берез. Кстати, петиция обращена не только к жителям города с просьбой защитить сквер, но и к владельцам сети «Рэдисон». Авторы пишут, в других городах отелей этой сети находятся на расстоянии нескольких километров от главных площадей. В то время как барнаульский застройщик отмел все варианты, кроме площади Сахарова. Кроме того, проект обвиняют в излишней секретности. Петиции особенно подчеркивают, что в Барнауле не против отеля, а против выбора именно этого места. А между тем, сегодня у сквера на Сахарова вновь пикет. На смену Татьяне Труфановой, которая дважды за последние несколько дней выходила с плакатами в защиту зеленого уголка города, встали другие люди. Уже два человека. Пикетирующие сообщили нам, что в ближайшее время планируют начать сбор подписей против застройки сквера. В Рубцовске, возможно, обнаружено крупное место захоронения жертв политических репрессий. Местные поисковики уверены, в 20-30-х годах прошлого века здесь расстреляли и захоронили более 200 человек, в основном крестьян и служителей церкви. Теперь энтузиасты и местные епархии добиваются от городских властей разрешения на проведение раскопок. Подробнее Илья Кочетков. Сергей Колчин искал это место несколько лет. Неприметное, скрытое от глаз густыми зарослями. Как и многие жители Рубцовска, он с детства знал, что где-то рядом с городом до войны приводили в исполнение расстрельные приговоры. Но где точно, неизвестно. Не знали, даже в КГБ еще в начале 90-х один из родственников погибших получил вот такой ответ. Сведения о месте расстрела вашего отца в уголовном деле отсутствуют. Можно предположить, что он в числе других лиц был расстрелян в городе Рубцовске. Место его захоронения, к сожалению, установить также не представилось возможным, поскольку личные дела осужденных за давностью лет не сохранились. Но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Сергей тщательно собирал показания свидетелей, воспоминания. И все указывали на одно и то же место. Его старые родственники, бабушка говорила, что на этом полуострове, в этой заблоке, у них был участок. И она ему показывала, именно вот в этом направлении увидела, что там копались сотрудники МКВД. По прямым косвенным данным, по воспоминаниям местных жителей, здесь расстреливали, что называется, в два этапа. На рубеже 20-х и 30-х годов 20-го века и в середине 30-х годов. В течение нескольких лет здесь были казнены и захоронены более 200 человек, чьи родственники до сих пор не знают, где покоится их прах. Несколько месяцев назад, как говорится, звезды сошлись. К нему обратились родственники одного из погибших с просьбой найти точное место казни. К делу подключилась и Рубцовская епархия. В списке расстрелянных, как минимум, двое священников. Кстати, все они реабилитированы посмертно. Елена Бычкова, представитель епархии, показывает нам копии уголовных дел. Страшный приговор – расстрелять, семью выслать на север. Она уверена, если семье удалось выжить, им важно знать, где покоится их предок. Как и многим другим семьям из разных регионов страны, которые долгие годы искали следы своих пропавших родственников. Но для этого на указанном месте нужно провести раскопки, поднять останки. В епархии говорят, что уже есть предварительная договоренность с поисковым отрядом из Белокурихи. В конце октября, начало ноября, у них два мероприятия, в Белокурихе проводится слет поисковых отрядов, всероссийский слет. Мы отослали им всю документацию, которая у нас есть, и там будут решать. До этого времени в епархии надеются получить разрешение администрации Урубцовска на раскопки. С такой целью уже обратились в мэрию. В ближайшие дни ждут решения. Если предположения Сергея Колчина подтвердятся, и он верно определил место массового захоронения, то следующий за раскопками шаг – эксгумировать тела и перезахоронить их по христианскому обряду. Если по какой-то причине администрация откажет, то, как нам стало известно, ряд родственников намерены идти дальше и обращаться уже в федеральные структуры. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком. Преступника, который напал на девочку в Барнауле, возможно, задержали. Как сообщили в следственном управлении по Алтайскому краю, сейчас правоохранители устанавливают его личность. Инцидент произошел недалеко от гипермаркета «Лента» на Павловском тракте. Рядом с магазином «Пустырь», который помогает сократить пешеходам путь. Предположительно, именно там неизвестный мужчина напал на девочку-подростка и попытался утащить ее в лесополосу. К счастью, ребенку удалось отбиться и убежать. Девочка уже дала показания в следственном комитете. С ее слов составлен фоторобот нападавшего. Возможно, задержан именно этот человек. Сейчас устанавливается личность, обстоятельства и мотивы. Места временного накопления отходов появились в Барнаульской зоне обращения с ТКО. Они организованы в селах, чтобы заменить бестарный сбор мусора. В Косихинском районе новым правилам следует уже практически весь муниципалитет. Анастасия Дороган продолжит. Уже месяц Валентин Торгашов приучает себя к правильной утилизации. Пока пластика и стекла набрал на три пакета. Мусор оставляет на специальном месте временного накопления. Собаки, если бы там пищевые отходы были, они бы, может быть, и таскали. Но их там нет. А после бутылки им не нужны. С сентября рекоператоры, заходящие в село, не используют бестарный сбор. Теперь применяется только два способа вывоза. Либо из контейнеров, либо с места временного накопления. На покупку контейнеров в муниципалитетах, как правило, денег нет. Например, только Лосихинскому сельсовету на эти цели нужно 250 тысяч рублей. Поэтому все переходят на второй вариант. Обязанность организовать контейнерную площадку уже возложена на органы местного самоуправления. На сегодняшний день на территории сельской местности такие площадки не организованы. Поэтому органы местного самоуправления уже определяют места временного накопления твердых коммунальных отходов. Здесь таких четыре. Для почти тысячи человек этого мало жалуются жители. Возможно, поэтому некоторые не несут мусор в места временного накопления. Возможно, люди не в курсе. Хотя в Лосихе это маловероятно. Власти буквально зашли в каждый дом. В сентябре месяце, в конце августа мы провели организационные встречи с населением. Посредством почты, спасибо большому почтальону нашему, она разнесла в такие листочки, бегунки, в которых говорилось о том, что данная услуга на территории нашего села будет оказана. По словам главы, люди понимают, что места накопления – временная мера. И надеются, что с появлением контейнеров таких точек будет больше. Это и удобно, и в поселке чисто. Пока мусор собирают дважды в месяц, но отходов очень мало. Правда, не платить за услугу, которой по каким-то причинам люди не пользуются, нельзя, поясняют эксперты. Это является противозаконным, поскольку это включено в коммунальную услугу, и платить должны все. Видели они, не видели, значит, они не видели этот график. Скорее всего, у нас, видно, не хватает информации для населения. По местам накопления площадок, по их организации, когда вывозятся, по графику и так далее, и так далее. То есть это все в руках органов местного самоуправления. Сейчас в Косихинском районе на Бестарном сборе остался один поселок и райцентр. Но и там с 1 ноября появятся места временного накопления. Дочь великого оружейника Михаила Калашникова сегодня приехала в Барнаул. В Алтайском крае начинаются торжества, посвященные столетию нашего земляка, который вооружил почти всю планету. Например, в Краевическом музее открылась выставка, где представлено сувенирное оружие из разных уголков земли. Его дарили Калашникову президенты и генералы, друзья и коллеги. Ирина Корчагина расскажет. Это всего лишь макет легендарного автомата. Михаил Калашников, 17-й ребенок в семье и первый человек, который сумел вооружить всю планету. Армии 55 стран мира приняли на вооружение его автомат. Говорят, в конце жизни Михаил Тимофеевич очень переживал, представляя, сколько человек было убито из оружия, которое он создал. На открытие выставки в Краевический музей даже приехала дочь легендарного конструктора Елена Калашникова. Уникальные фотографии, галстуки из личной коллекции и, конечно, главная страсть Калашникова – оружие. Все эти сувениры, подаренные Михаилу Тимофеевичу, президентами разных стран, генералами и рядовыми солдатами, которым автомат Калашникова, возможно, спас жизнь в бою. Увидеть экспонаты своими глазами можно до 1 декабря. Мы увидели, ну, реклама была. Я говорю, конечно, надо сходить. Столько, много всего. Ну, очень интересно. В этом году великому оружейнику исполнилось бы 100 лет. К этому событию Центробанк даже выпустил серию монет с изображением Калашникова. Тираж 3000 монет. А вот сам день рождения оружейника отметят с размахом в эту пятницу на его малой родине в селе Курья. После реставрации в селе откроют храм Пресвятой Богородицы, в котором крестили маленького Калашникова. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». Смотрите нас также на ютюбе и в социальных сетях. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.